Вы можете кому-то сказать, что он сукин сын, он даст вам по башке, у вас будет черепно-мозговая травма, значит, вот вы повлияли на мир. Мысль присутствовала, нельзя назвать ее нематериальной, потому что последствия были более чем, так сказать, осязаемыми. Но в целом наше взаимодействие со Вселенной, ее беспокойство о нас, оно находится, что называется, в рамках статистической погрешности. Хорошие и плохие события распределяются на людей, ну, по сути дела, случайным образом. Ну, вот я заболел параличом в 23 года. Это заболевание 2 человека на миллион заболевших. Вероятность на миллион заболевших гриппом 2 человека заболевает моим параличом гиенопаре. Ну, то есть вот кто-то в городе Петербурге в 1997 году должен был заболеть этим заболеванием, потому что, условно говоря, эпидемия заразила миллион человек, и двое должны были слечь с этим заболеванием. Кто будут эти двое? Но дальше могут быть другие обстоятельства жизни. Просто эти вероятности, их просто рассыпают вот так вот. И хорошие события также рассыпаются, и плохие также рассыпаются. Но главный смысл теории вероятности состоит в том, что вы никогда не можете сказать, на какую сторону упадет монетка. Продолжение следует...